Друзья, всем привет! Джуков Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу мы разберем с вами ситуацию на криптовалютном рынке. Текущая цена биткоина 39 тысяч долларов. В прошлом выпуске мы с вами разбирали то, что я жду оскока восходящего движения к уровню 40. Мы с вами получили движение, ну прям 40 тысяч и получили. И что очень круто, отбились от 40 это, даже не пошли на 41. Напоминаю то, что 41 это уровень глобального сопротивления, 40 это, соответственно, тоже является сопротивлением, но это больше психологический все-таки уровень. От этого уровня мы с вами отбились и потенциально показываем вам, вам, нам. Это потенциально нам показывает то, что сейчас мы получаем закрепление и то, что предыдущий выход на 42, там 43 тысячи долларов являлся ложным. Соответственно, это нам дает возможность с большой вероятностью разбирать тот формат, то что мы в локалку с вами возвращаемся на уровень плюс-минус 37 тысяч с половиной долларов. Ну и, соответственно, если мы там долго не задерживаемся, то мы с вами будем уже двигаться в продолжении нисходящего движения. Ну, будем наблюдать продолжение нисходящего движения. Напоминаю то, что в описании вы всегда можете найти ссылочку на мой бесплатный телеграм-канал, где делюсь своими сделками и соображениями в моменте. Ну и также в закрепленном комментарии всегда есть ссылочка на мой второй бизнес. Добро пожаловать на график, мы с вами начинаем. Разбор ситуации на рынке мы с вами начнем с часовых таймфреймов. Соответственно, вот где-то здесь мы с вами проводили предыдущий выпуск и обозначал то, что у нас с вами будет вот это вот коррекционное движение, что очень важно. Давайте, наверное, выйти, я думаю, четырех часов будет достаточно, чтобы показать весь этот канал. То есть вот, соответственно, вот он наш канал. Хочу обратить внимание, здесь мы с вами сделали перехай, еще там сколько, два выпуска назад я обозначал то, что, друзья, не торопитесь, есть потенциал на ложный выход. Сейчас мы с вами получили четкое, просто супер четкое подтверждение того, что выход за канал был ложный, сейчас мы под ним закрепляемся. Помимо этого, если мы рассматриваем с вами локальный тренд, у нас он преломляется. Ну и, друзья, в рамках этого локального тренда мы с вами наблюдаем разворотную формацию, которая с большой вероятностью будет у нас в средний срок продолжать нисходящее движение как минимум к середине канала. Собственно говоря, очередная причина и подтверждение, почему я до сих пор держу свою позицию в шорт. Я напомню то, что я набирал позицию по биткоин офшорт на уровне 38 300 долларов. Ну, собственно говоря, пока ожидаю, пока что сильно не переживаю, по крайней мере, если мы не будем возвращаться за уровень, ну, давайте возьмем предыдущий хай, типа за 41,5, если мы с вами возвращаться не будем, то переживать тут, но объективно не о чем. И более того, если мы с вами получаем отличный проект, доказавший свою честность и надежность, на котором можно делать большую прибыль, это Crypt4.com. Это проверенная система, на которой можно делать стабильно от 5 до 20 процентов ежедневной прибыли в эфире. Вывести весь свой вклад с дивидендами можно в любой момент. Я лично вложился и за неделю мой вклад с 3,5 эфира дорос до 6 эфиров, 7 тысяч долларов чистой прибыли. Проект был проверен, но и неоднократно, и все работает честно и прозрачно, тело вклада и прибыль выводится моментально. Настоятельно рекомендую поставить видео на паузу и ознакомиться с проектом. Очень хороший вариант для хорошей прибыли. И более того, если мы с вами получаем нисходящее движение к уровню обратно 38-37,5 тысяч, то здесь рисуется, грубо говоря, я уже вошел, но потенциально для тех, кто еще не вошел в рынок, рисуется также довольно неплохой шорт с коротким стопом, с хорошим соотношением риск-прибыль. Поэтому держите это в голове, сразу не торопитесь, получите это подтверждение, и уже отталкиваясь от той ситуации, которую мы с вами описали, уже можно будет разобрать позицию в шорт. Но я, честно говоря, отталкивался бы от биткоина, ну то есть, грубо говоря, может быть, я даже и возьму еще на часть депозита, посмотрю, может быть, я эту сделку и сделаю в любом случае в своем телеграм-канале, я вам об этом дам знать. Но я бы, честно говоря, отталкивался бы от биткоина, а смотрел бы вот сюда вот, на супер классно перекупленный эфир, который сейчас потенциально может дать такой же разворот, но отталкиваясь от бати, отталкиваясь от биткоина. И здесь хорошее довольно движение, мы с вами можем поймать, очень профитное. То есть, еще раз напоминаю, у нас с вами уровень поддержки довольно мощный, это, ну, 2,5 окей, да, но это можно и рискнуть. А дальше у нас, извините, 2,150, 2 и 1700, ну, хотел сказать, 1750, но мы обновили хай 1700. И это, друзья, давайте на неучки выйдем, и это, друзья, только в рамках вот этого канала. Поэтому я буду честен, я вот эту всю тему рассматриваю. Плюс хотите еще один интересный фактор? Наверное, хотел все-таки это сделать уже, когда улечу. Мы сейчас просто улетаем, улетаем ровно туда же. Те, кто смотрит мой канал, помнят, что последний раз, когда я улетал и, так сказать, снимал вам видосы с пляжа, был это мировой кризис. Вот, поэтому пусть вам будет это еще одним фактором. Но это, конечно, шутки, здесь более важный фактор, то, что у нас все-таки биткоин потенциально, по крайней мере, с большей вероятностью готовится к развороту, к развороту среднесрочному. Насчет глобалки пока не говорим, пока что про средний срок. И с большой вероятностью он за собой потянет активы, в том числе и эфириум. В прошлом выпуске мы с вами про Ripple Мау поговорили. Отработал у нас уровень там 80, почему? А, вот, уровень 80 он у нас отработал, пошел на нисходящее движение. Как отработал? Смотрите, вот у нас есть с вами трендовое, да, опять мы с вами получаем преломление, подтверждение. Поэтому я все-таки рассмотрел бы это движение в уровень 68 центов среднесрочное. Ну, а что касается движения глобального, ну, вы сами прекрасно знаете, несмотря на то, что у нас канал ограничивается уровнем 52 цента, все-таки я считаю, что мы должны будем с вами более в долгую сходить ниже. Это не значит, что здесь надо рисковать брать шорт, здесь не так все классно, как, например, на эфириуме, потому что здесь большое количество поддержек, это к тому, чтобы не брать здесь лонг. Потому что, ну, многие кричат, что, ну, на какой-то эйфории, либо на том, что засадили людей, что нет, это все лонг, это сейчас сбиваются стопы. Друзья, маловероятно, и вы должны учитывать, что рынок с активственным большим объемом проторговок, он за собой потащит все это дело. Ну, и плюс у нас всегда биткоин был флагманом, поэтому я бы здесь сильно не рассчитывал на какие-то лонговые движения. Вот даже возьмем биткоин, давайте выйдем на дневку, ну, объективно, где здесь можно взять лонг? Вот у нас трендовая верхняя граница ее, но только на пробое. Ну, то есть, даже если мы с вами сходим, типа, на уровень 45 тысяч долларов, даже где-то, ну, хорошо, 46, уже вероятнее все будет пробой, но 43-45 тысяч долларов до тех пор здесь лонги вообще нельзя рассматривать, никаких потенциальных разворотных движений. Мы с вами имели восходящий тренд, мы с вами получили подтверждение, мы с вами сейчас имеем нисходящий тренд, мы сейчас с вами имеем довольно неплохую, еще не суперточную, не самую точную трендовую верхнюю, но все равно потенциально мы сейчас уже сформировали фрактал, можем еще сформировать там выше, да, но на это вероятность просто ниже. То есть, вероятнее всего, мы все-таки останемся с вами в канале, уже в рамках канала будем получать нисходящее движение. Да, у нас с вами продолжается этот боковик, но этот боковик с довольно неплохим соотношением риска и прибыли может дать вам возможность заработать тут. Подводя итоги, хотел бы сказать, что здесь самый очень такой важный ключевой момент, что даже если вы не согласны с моим трейдингом, все-таки я в ответе за свои деньги, вы в ответе за свои деньги, не обольщайтесь сейчас на лонг, на этой вероятности реально не очень большая. Почему, собственно говоря, я уже вам на графике объяснил. Ну и, соответственно, в локалку смотрим, как это все дело закрепится, вероятнее всего закрепится. Я не думаю, что мы с вами пойдем выше 40 тысяч в локалку, думаю, эту дневку мы с вами будем болтаться, как раз там 39, 39,5, 38, 500, 38, 700, вот так вот. И дальше, соответственно, уже на закрепе, когда начнется формирование объема, оно уже идет, это формирование объема. Я вам, кстати, на графике сказал, на эфире очень большой продавец вылез. На битконе пока нет такого продавца, на эфире очень большой продавец вылез. И вот я думаю, мы сейчас полноценно покажем на дневках вот этот вот закреп, ну и далее с большей вероятностью все-таки уже нисходящее движение. По крайней мере, в рамках вероятности, на эту вероятность тут выше. Напоминаю, чтобы вы не забывали заглядывать в описание по поводу моей бесплатной телеграм-группы. И напоминаю вам то, что в закрепленном комментарии всегда ссылочка есть на мой второй бизнес. Присоединяйтесь, поддерживайте. Во-первых, я думаю, вам зайдет, во-вторых, буду вам признателен за эту поддержку. Да и, собственно, все. А, вот еще какой я хотел момент сказать. Надо было его, конечно, в начале выпуска сказать. Но, смотрите, у нас с вами выпуски раз в два дня. То есть, соответственно, грубо говоря, сегодня у меня выпуск, завтра новостной выпуск на канале, послезавтра опять мой выпуск. Я вам даю возможность, потому что есть такие комментарии, таких комментариев очень много, то, что давай разбор рынка в локалку каждый день. Вот я вам даю возможность, в следующий раз я скажу это в начале выпуска, сейчас, ну, в конце, но вот все равно, так сказать, для тех, кто смотрит все. Я даю возможность вам сделать таким образом, чтобы я делал выпуски с локальным разбором каждый день. Каким образом? Смотрите, в среднем мы на ролике сейчас набираем где-то 250, там, 200-250 лайков в среднем. Вот смотрите, как мы можем сделать. Вот набираем вот в день выхода, день выхода ролика, ну, вот до следующего дня, набираем 500 лайков, и я сразу сажусь вам и записываю ролик. Если, соответственно, не набираем, то тогда по графику, то есть день через день. Я надеюсь, вы меня услышали. Если вы хотите, чтобы ролики выходили чаще, соответственно, тоже поддерживайте и балуйте меня лайками своими. Надежный проект, где я зарабатываю очень хорошую прибыль, это Crypt4.com. Ссылка на проект в описании под роликом. Если мои соображения были вам полезны, поддержите данный выпуск своим царским лайком, свои мысли и комментарии оставляйте в... Свои мысли и соображения оставляйте в комментариях. Вот так вот, правильно? Я все читаю, действительно, часто очень отвечаю. Я учитываю это в выпусках своих, учитываю в анализе, потому что довольно часто, извините, сколько я уже только канал веду, наверное, лет 5, там 4-5 лет я веду этот канал, и довольно много раз было такое, что мнение моих подписчиков, то есть я что-то упускал, я смотрел это, изучал, думал, блин, да, я упустил, и здесь надо там кардинально пересмотреть свою позицию. Такое было, и поэтому ваши соображения в комментариях, они действительно очень полезны. Ну, и если не подписаны на канал, давайте уже подписывайтесь, все-таки это и для меня мотивация, ну и потом половина людей мои ролики смотрят без подписки. Негоже, негоже. Давайте подписывайтесь, а я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всего вам самого наилучшего. Работаем.